Киностудия Олоу Нур представляет Прости меня Прости Джасмин? Что случилось? Что-то не так? Чего? Джасмин! 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 Хватит! Прекрати! Джасмин! Дорогой, ты в порядке? Я здесь. Что случилось? Успокойся, я рядом. Плохой сон приснился. Как ты? Ты здесь? Да, конечно. Что за сон? Слава Богу, это всего лишь плохой сон. До смерти испогнился. Что за страшный сон? Прошло. Теперь лучше. Очень страшный сон приснился. Расскажи мне. Да... Ты переоденься. Я тебе заварю чай. Тебе сразу станет легче. Чего только не снится во сне, Джасмин. О, Господи. Что это было? Раз уж так напугал тебя. Нет, нет. Очень плохой сон. Не спрашивай. Теперь не важно. Самое главное, ты рядом. Для меня это важно. Джасмин? Да. Ты действительно меня любишь? Ой, ну что ты несёшь? Ответь мне, я серьёзно. Ты вправду меня любишь? Кого ещё я могу любить, кроме тебя? Я всегда буду рядом. Да... Кстати... А ты купишь мне цепочку, которую я обещал? Купишь? Да, малыш, разумеется. Пусть этот день наступит. Куплю тебе две пары. Шахрух. Сынок. Мама. Мама? Что с ней? Сынок. Сынок. Шахрух. Сынок. Сыночек. Мама. 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 Мама, что с тобой? Где ты, сынок? Что случилось? Моё сердце. Я помогу, мама. Мама, что случилось? Сынок. Где мамина лекарство? Сейчас принесу. Мама, осторожно. Мама, вот так вот. Не торопитесь. Вот так, да. Мои очки. Почему не присматриваешь за ней? Надо вызвать скорую помощь. Как ты могла? Сынок, не груби. Может, вызовем скорую помощь? Не кричи на мою сноху. Найди мне очки, дочка. Чем я могу помочь, мама? Найди мамин очки. Да, мои очки. Быстрее. Мама. Мама. Зачем вам очки? Всё равно ничего не видите. Эй. Не груби, сынок. Нечего сейчас грубить. Брат, что с мамой случилось? Где тебя носят? Мог бы присмотреть за мамой. Но я только что вышел. Сынок, не кричи на брата. Не груби. Ладно, мама, успокойтесь. Старость, не радость. Может, соседку позовем? Иди и позови Камолу. Позови Камолу. Хорошо. Сейчас позову. Всё, мама. Он сейчас позовет. Мама, глаза не болят? Где её лекарства? Да, сейчас. Найди. Должно быть где-то они рядом. Ну что ты, Альмиш? Где её лекарства? Сынок. Вот мама. Ассалам алейкум. Здравствуйте. Что случилось, тётушка? Камола, посмотрите. Мама, дайте правую руку. Вдруг ей стало плохо и потеряло сознание. Давление поднялось, тётушка. За что-то волновались? Нет. Нечего волноваться мне. Она что, доктор? Слава Богу, дети. Надо вызвать скорую помощь. Нашла время на споры. Пусть Камола осмотрит и выяснит. Не надо было оставлять её одну в таком положении. Сестра, ты тоже могла бы присмотреть за мамой? У меня и так столько забот и хлопот. Мне кушать, готовить, стирать, убирать. Или за мамой присматривать. Сестра, но ты же… Ты бы сам мог присмотреть за ней. Всё равно ничего не делаешь. Я была наверху, ты был внизу. Заткнись ты наконец-то. Я обо всём виновата, да? Забота о маме не входит в твои обязанности, да? Не ругай мою невестку. Не ругайтесь, пожалуйста. Она тоже мамина любимая дочка. Тётушка, когда я смотрю на вас, вспоминаю маму. Пусть Всевышний даст вам здоровье. Солнышко моё, твоя мама была такой благородной женщиной. Окажи ей великую и милость, о Аллах. Она покинула этот грешный мир так рано. Спасибо, тётушка. Дай ей всего самого прекрасного, о Аллах. Аминь. Моя милая дочка. Всё, можешь идти. Благодарим. Дальше сами справимся. Проводишь её. Ладно, тётушка, мне пора. Надо на учёбу. Вечером зайду к вам. Спасибо. Давайте ей лекарство вовремя. Я провожу её. Хорошо. Спасибо, доченька. Зачем её проводить, когда родная мать нуждается в нём? Он так и так заботится о маме. Хм. Сейчас не время спорить. Я всего лишь хочу, чтобы он был рядом с мамой. Помоги маме обуться. Мама, проводить вас? Давайте. Наденьте тапочки. Вот так. Ну зачем надевать тапочки? Ведь ваш сын повсюду ковры постелил. Зачем они нужны? Ноги болят, дочка. Не могу без тапочек. Колени сразу немеют от холода. Ясмина. Ноги болят. Немеют. Сможете встать, мама. Пошли. Я не хочу мучить вас своими капризами. Когда ноги немеют, я не в силах ходить ни на шаг. Замучила я вас, дети мои. Замучила. Осторожно. Ну всё, успокойтесь, мама. Пошли. О, Аллах, пусть мои дети будут вместе. Хабиб, ты присматривай за мамой как следует. Хорошо. Хоть тётушка и отрицает это, я уверена, она чем-то обеспокоена. Забудьте о ней, порадуй её. Да, ты права. Я должен заботиться о маме вдвойне. Сегодня встретимся после учёбы? Если я освобожусь пораньше, дам тебе знать. Хорошо, удачи в учёбе. Ладно. А, кстати… Да? Никто тебя не обижает в институте? Нет. Если кто обидит, я тебя не дам в обиду. Знаю. Давай. Не забудь про те. Ой. Что случилось, Камола? Тот коротышка опять потянул меня за волосы. Ещё говорит, что я сирота без матери. Так он снова осмелился обозвать тебя? Ну-ка идём. Постой. Я с тобой. Давай вместе разберёмся. Подожди нас. Потом он вышел, и мы ударились друг от друга. Эй, ты! Ты что сказал Камоле? Руки убери! Шахруха, стынь! Нашла эта сиротка, кому жаловаться! Тебе не стыдно обижать девочку? Никакая она не сирота. Она моя сестрёнка. Для моей матери она как родная дочь. И что, если я её обижу? Что ты сделаешь? Тупее! Ну ты сам напросился. Ну давай, посмотрим! Эй! Так не пойдёт! Трусишки! Успокойся! Этому мама нас научила. Послушай, мы не будем с тобой спорить. А то маму приведёшь. Что за чушь несёшь? Умудрился так быстро забыть? Не было такого! Видишь? Это он настоящий трус! Убери руки! Сам убери! Не стоит с ними мелочиться. У нас много дел по дому. Пошли! Да, пошли вы оба вон! Вали отсюда! Домоседы, заткнись и делай свои домашние дела! Убери свои ноги отсюда! Вали быстрее! Ты о чём задумалась? Чего? А, это кое-что вспомнила. Ага. Далёкое детство вспомнилось. Понятно. Я с нетерпением буду ждать твоего звонка. Не забудь, хорошо? Да, конечно. Ну ладно, я пойду. До скорой. До скорой. Удачи! Счастливо! До скорой. 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 Субтитры подогнал «Симон» Барно, Джафар сегодня не пришёл на работу. С ним всё в порядке? Мне ничего не известно. Никто ничего не сказал. Интересно. У него не было такой привычки. Когда возникало какое-то дело, он обычно звонил и сообщал мне об этом. А ты не пыталась ему позвонить? Пыталась. Я ему несколько раз позвонила. Но ответа не было. Ребята, что говорят? Думаю, будет лучше, если вы сами поговорите с ребятами. Они с вами более открыты. Утром у них спросила про Джафара. Но, как мне показалось, они чего-то скрывали от меня. Хорошо, всё понятно. Я сам всё выясню. Хорошо. Хорошо. Субтитры подогнал «Симон» Чужой номер. Алло. Как ты, моя королева, не побеспокоил? Кто вы? Мы знакомы. Ты не узнаёшь? Нет, не узнаю. Больше не звоните сюда. Брось. Послушайте, неважно, кто вы. Больше не звоните по этому номеру. Я замужняя женщина, понятно? Не кричись, милая. Жду тебя в парке сегодня вечером. Не заставляй меня долго ждать. Алло. Не слышно вам? Алло. Кто это? Такой знакомый голос. Нечего тратить время на догадки. У меня и так много забот. О, Господи. Ребята, как идут дела? Хорошо, хорошо. Справляемся, шеф. Но в такую погоду количество клиентов немного уменьшилось. Ничего, так бывает. Это естественно. Хотел с вами поговорить об одном. Что-то не так, шеф? У клиентов возникли жалобы? Дело касается Джафара. Знаю, он очень ответственный парень и трудолюбивый. Он попросту не пропускает работу. Скажите мне, если что-то знаете о нем. Шахрова, вы что все умолкли? Вы почему так задумались, а? Шеф, откроем вам одну тайну, вы только никому не говорите. Да, конечно. Выкладывай. У Джафара серьезные проблемы. Эй, эй, ты что толкаешься? Шеф же не чужой нам. Он нам как брат. Ребята, что стряслось? Вы что-то скрываете от меня? Нам нечего от вас скрывать. Просто Джафар попросил нас не говорить вам ни слова. Я же сказал, все останется между нами. Мне что, доказать свою честность к вам? Шеф, у Джафара большие неприятности. Так. Его единственную сестру, даже не знаю, как выразиться. Какие-то негодяи пристали к ней, применили физическую силу. Сейчас ей очень плохо. Они с мамой лежат в больнице. Но как? Что за подлецы? Они стыдятся и никому ни слова не проронили. Джафар тоже не хотел нам об этом ничего говорить. Но мы настояли, и он раскрылся. Ясно. Джафар тоже не находит себе места. Может, вы сами поговорите с ним? Да, ты прав. Я с ним обязательно поговорю, пока он не затеял какую-то проблему. Кстати, у Джафара нет отца, да? Его отец бросил их пять лет назад. Он столько трудился, чтобы помочь своей семье. Многие не могли бы терпеть, будь на его месте. Мне так жаль его. Я знаю, каково это жить без отца. Когда у тебя нет твёрдого плеча. Ладно, ребята, идите на свои места. Ладно, с вашего разрешения. Да, сил вам. Брат, у меня руки замёрзли. Пожалуйста, ещё немного потерпи. Чуть-чуть осталось. Подумай о маме. Может, её мучает кашель. Мы должны побыстрее помыть машину и купить маме лекарства. Но, брат, руки просто немеют. Они ничего не чувствуют. Ещё я проголодался. Ну-ка, дай руки. Лучше? Да, немного лучше. Давай, быстрее. Если бы у нас тоже был отец, мы бы не возились такими делами. Да брось. Он не стоит твоей печали. Ты лучше мою машину как надо. А то владелец опять будет жаловаться. А почему он нас бросил? Махалле у всех есть отцы. Мне надоело слышать сирота в свой адрес. Просто надоело. Послушай. Никакой ты не сирота. У тебя есть мы. Мама. Я. Всё, выпрямись. Пока я рядом, ты никогда, ни в какой счёт не будешь сиротой. Спасибо, брат. Ты моё плечо. Иди ко мне. Ну давай, закончим быстрее. Иначе владелец скоро будет ныть. Вот так. Как прошёл день, сынок? Неплохо. Проголодался? Ты же устал. Кушать будешь? Жасмина. Жасмина. Не нужно, мамочка. Доченька. Доча. Ох, сыночек. Не надо, мама. Она занята. Мой богатырь. Я не голоден. Что случилось? У тебя голос печальный. Плохое настроение. Мама, вы так быстро чувствуете. Что тебя беспокоит? Проблема возникла на работе. Расскажи мне. От мамы не скрывать, сыночек. Днём мы с Камолой ходили в парк. Ну? Прогулялись, поболтали. Напротив нас наша соседка Шахида сидела с чужим мужчиной и обнималась. Какая Шахида? Та, которая живёт в соседнем хале? Господи! А ты не ошибаешься, сынок? Ведь у неё двое маленьких детей. Не ошибись, сыночек. Вот почему я опечалился, мама. Она изменяет своему мужу. Вы бы видели, как они обнимались. Не хочу я видеть таких изменников и бессовестных. Знаешь, что такое худшее в этой жизни? Это измена тому, кто тебя любит. Это разбить его сердце в дребезги. Погубить все его надежды, сыночек. Чем только не испытывает нас Всевышний, сыночек, в этой жизни человек должен смело пережить все испытания, ему данные. Да, мама. Муж Шахида – неплохой человек. Ума не приложу. Что ей не хватало? Стыд ей. Да, мама. Стыд ей. Я всё ещё не могу забыть увиденное. Думаю, самый мерзкий человек в жизни – это изменник и предатель. Ты прав, сынок. Чем только не испытывала эта жизнь и меня, очень трудно, когда у тебя нет твёрдого плеча, когда тебе некому положиться. Когда вспоминаю прошлые дни, сердце так сжимается, что будто оно остановилось. Мой мальчик. Не надо было мне вам это рассказывать. Замучил я вас. Всё хорошо, сыночек. Сестра, думайте немного о себе. Он хороший человек, согласитесь. Но, пожалуйста, не упрямьтесь. Не выйду я замуж. Пойми, чужой мужчина никогда не примет моих сыновей. Никогда. Однажды я поверила в любовь. В ответ получила ни взаимности, ни преданности. Ты же знаешь всё это. Зачем эти разговоры? Робия, хотите прожить эту жизнь в одиночестве? Я беспокоюсь о вас. Некому вам положиться. Хватит ли вам сил пережить эти трудности и испытания одной? Ещё не поздно. Вы молоды. Выходите за него. Ни за что. У меня два сына, два крыла. Я буду сама воспитывать их. У меня всё будет хорошо. Вот увидишь. Эти трудности пройдут. Даст Бог. Брат, мама выходит замуж? Не лепится. Мама никогда не согласится на такое. У меня в животе урчит. Вы тоже проголодались? Потерпи, ты же всё понимаешь. Маме тоже нелегко сейчас. Ей очень тяжело. Вы мои богатыри. Тётушка принесла вам лепёшки. Ну давайте, угощайтесь. Угощайтесь, вот так. Мама, давайте я. Сыночек, сильно проголодались, да? Кушайте. Берите. Мама, а почему тётушка не зашла? Она спешила. Ешьте, и сголодались, наверное. Если бы кто-то присматривал за вами. Я бы обязательно сама устроилась на работу. К несчастью, никак не получается найти работу. Мама, вы не думайте. Мы должны работать. Вот увидите, всё наладится. Да, мама, всё будет хорошо. Ну а, конечно, вы мои умницы. Ну-ка, идите ко мне. Идите, мои храбрецы. Мы вместе переживём все эти испытания. Даст Бог, переживём. Я знаю, почему не выходишь на работу. Обо всём знаю. Настоял ребятам. Ты не сердись на них. Знаю. Тебе сейчас трудно. Я здесь не с новоучением пришёл. Хочу тебе помочь. Спасибо, что пришли. Но это моя проблема. Сам буду решать. Хочешь применить силу? Я прекрасно знаю, как с ними поступить. Джафар, остынь. Сейчас не время на глупости. В этом мире не всё решается силой. А как моя сестра? Что теперь будет с ней? А вы знаете, сколько слёз провела мама, переживая за неё? Будь терпеливым. Нечего так спешить. Они всё получат по заслугам. Хоть этот мир жесток, он никогда не забудет расплату. У меня нет времени ждать. Я день и ночь думаю, как отомстить этим ублюдкам. Теперь мне всё равно. Око за око, зуб за зуб. Вижу, из твоих глаз сверкает пламя мести. Но в одиночку ты ничего не добьёшься. Хотите сказать, что вы сами поможете отомстить им? Хочу, чтобы ты не выбрал путь мести. Чем я могу тебе помочь? Я готов. Сделай всё, что в моих силах. Ты только возьми себя в руки. Побори свой гнев. Пожалуйста. Если переживёшь один день гнева, избавишься от тысячи дней мучения. Может, чай попьём, шеф? Угу. Слушаю. Кто это? Это ты, мальчуган? Как твоя сестра? Не скучает по нам? Нет. Я его брат. Говори всё, что хочешь, и я готов. А его брат? У него нет брата. Да он же сирота. Эй, ты. Никто не имеет права оскорблять моего брата. Да ну. Никто не посмеет. Так ты у нас такой смелый паренёк. Ах да, вспомнил. Ты же владелец той мойки, да? Да, угадал. Если у тебя какие-то проблемы, буду ждать в офисе. Но ты молодец. Ты доложи своему братишке, если он посмеет поднять руку на моих парней, я сам разобью его на куски. Успокойся. Он не такой, как вы. Если с его головы упадёт хоть один волосок, я не отвечаю за последствия. Кто звонил? С работы. Не беспокойся. Я им всё объяснил. Ладно. Мне пора. Кстати, возьми эти деньги. Нет, не могу. Бери, я это искренне даю. Ладно. Пойдём со мной. Идём. Кто вы? Не трогайте меня. Смелее. Уберите руки. Больно. Отпустите. Сядь. Не сяду в твою машину. Сядь, говорю. Садись. Отпусти меня. Послушай. Отпустите меня. Парочку слов. Потом отпущу. Расслабься, птичка моя. Это я. Королева моя. Хм. Значит, это вы вчера звонили мне. Да. Я звонил. Извини, если я напугал тебя. Хотел сделать тебе сюрприз. Ты что несёшь? Вот так. Просто возьмёшь и бросишь меня? Разве у меня есть выбор, Бакир? Мне тоже нелегко. Родители заставляют меня выходить замуж. Я ничего не могу поделать. Значит, ты выйдешь за него, да? Запросто поглубишь нашу любовь. Отличное решение. Умница. Послушайте. Мне самой не хочется за него. Я бы выбрала вас. Но поймите. Сейчас у меня нет другого выбора. А ты веришь, что с ним будешь счастлива? Не знаю. У меня нет выбора. Давай. Уедем куда-то подальше. Бросим и забудем эти проблемы. Это невозможно. День свадьбы назначен. Как мои родители переживут такое? Ясно. Но запомни. Всё равно ты будешь моей. Перестаньте. А вы можете жениться на мне, как следует. Я с вами могу надеть свадебное платье. Ваш возраст не подходит мне. Смешно, правда? Дело не в возрасте, птичка моя. Дело в башке. Всё в возрасте. Прощайте. Ты недооцениваешь меня, птичка. Наступит день. И ты станешь моей марионеткой. Почему вернулись? Теперь у меня есть семья. Жасмин, соскучился по тебе, моя королева. Соскучился по твоим волосам, по щекам, по твоим губам. Отстаньте. У меня есть муж. Теперь я для вас чужая. Ах, вот как. Ты так быстро забыла наше пламя. Ты отвергла мою любовь. Понимаешь, что я имею в виду? Это я купил для твоего дня рождения. Никогда не забуду этот день. Хоть немного пораньше, но моя любовь, как прежде. Эта цепочка очень подойдёт твоей белой, как снег шеи. Хотите обмануть меня этой цепочкой? Опомнитесь. Я замужняя женщина. Наша с вами история любви давным-давно закончилась. Слава богу, мой муж может купить десяток таких украшений. Кто же этот богатый паренёк? Можно узнать. Нашла себе олигарха? Всё равно не узнаете. Он меня любит. С ним я могу позволять себе всё, что захочу. Я не жалуюсь на жизнь. Да. Одна просьба. Впредь больше не беспокойте меня. Я ни за что на свете не изменю своему мужу. Прощайте. Это уже время покажет. Ты не спеши. Сама придёшь ко мне. Хм. Хабиб, вчера ты мне показался сердитым. Всё хорошо? Не важно. Не стоит думать об этом. Ты был вчера очень задумчив. Камола. Ты сможешь мне обещать, что никогда не изменишь мне? Ну что ты несёшь? Что с тобой стряслось? Ответь мне. Обещаешь? Разумеется. Но ты тоже обещай мне не глядеть на других девушек. Договорились? Поверь мне. Кроме тебя я ни на кого не посмотрю. Хабиб, а как твоя мама? Никак не могу зайти к ней. Хорошо, но у мамы сердце часто беспокоит. Даже сегодня утром она сказала, что её сердце опять встревожено. Не случилось бы что-то плохое. Знаешь, я поражаюсь её отвагой. Как можно жить так мирно и спокойно, когда повсюду темнота? Всевышний наделил мою мать безграничной силой, волей и терпением. Да. Даже когда она потеряла зрение, она не переставала жить для нас. Правильно. Никогда не жаловалась на свою судьбу. Но, скрывая от нас, она долго-долго проливала слёзы. Я это замечал. Ты не обижайся. Я давно хотела тебя спросить, можно? Хорошо. Как она потеряла зрение? Извини, не хотела возобновлять твою рану. В тот день мы с братом сидели дома и дрожали от холода. Была зима. Было очень холодно. Потом вдруг мама... Господи, дети, где вы, шох-рох? Где вы? Мама! Что с вами? Мама, что случилось? Мама, что с вами? В глаз. В глаз. Что-то попало. Мама, дайте руку, вставайте. Потемнело в глазах. Вы рядом? Где вы? Я ничего не вижу. Брат, помоги. Маму поднять надо. Ничего не вижу. Мама, поднимемся. О, Господи. Я ничего не вижу. Да. Стереть бы мне те дни с памяти. Иногда мне снятся такие сны, что до утра лежу и плачу. Не могу заснуть. Меня совесть мучает от того, что не мог помочь маме. Это тоже испытание. Все темные дни обязательно пройдут. Начнутся самые счастливые дни. Я в это верю. Хочу, чтобы ты была рядом в те счастливые дни. Камола. Да? Хочу с тобой создать семью. Сегодня я поговорю с близкими и расскажу о своем плане. Мы всегда будем вместе. Может, немного прогуляемся? Ладно, давай. Ладно, давай. Пос Ладно, давай. Обещаю, мы будем счастливы. Я в этом уверен. Спасибо, Хабиб. Ты ничего не скрыл от меня и открыл мне свое сердце. Тебе тоже спасибо за эти прекрасные прогулки в парке. Ну ладно, мне пора на учебу. Надо зайти в библиотеку. Скоро экзамены, надо подготовиться. В эти дни, думаю, не сможем встретиться. Понятно. Как только освободишься, обязательно позвони. Хорошо. Дам тебе знать. Ага. Да, кстати, спасибо за это. Не за что. Ладно, счастливо. Счастливо. Да, брат. Хабиб, где ты? С Камолой встретился. Все нормально, брат? Что-то случилось? Возникла проблема. Неприятности на работе. Приезжай быстрее. Понял. Все, уже еду. Брат. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Девушки отдыхают 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 Камала Девушки отдыхают 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 Девушки отдыхают